Рак Рак Привет, привет, сейчас я водички здесь делаю, я только проснулся, надо попить немножко что-нибудь Сейчас, 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 Британ А то у меня в холодильнике шаром покати В принципе, как завещал Жак Энтой, можем молочка немножко попить Но водичка тоже важна Отсюда пахнет озоном Я думаю, все вы так или иначе знаете этот запах Просто сталкивались с ним раз, два, три, четыре, пять в жизни Озон это круто Не фильм Юрия Хованского, а озон в принципе как газ О3 Немножко запыхался, я тут зарядку некоторую совершал Сейчас, 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 сейчас Сейчас я устаканю свою жизнь Вселение в тело После длительного сна И сядем на улицу, поговорим Ждать, не ждать Ладно, ладно, пойдем так пока Сейчас, Британ, подожди немножко Я даже установил штативчик То есть Зацени Система Система профессионального стриминга Я думаю, ты должен это видеть Сейчас, погоди Здравствуйте, здравствуйте, ребята Здравствуйте Давно вас не видел Вода озонируется Шетыре минуты, еще долго Сейчас, погоди Сейчас, сейчас Найду еще что-нибудь присесть Жарко, не жарко будет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Креслом удобно. И начну резать правую бумагу. Так, слишком много кружки, да? Я только проснулся, а вы, как понимаю, еще не ложились. Или уже лежите? И в постельке перед сном решили посмотреть своего любимого видеоблогера. Как же он там на чужом... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что оскорбление? Ты лучше старайся работать. Постарел. Годы летят. Окисление клеток моего тела. Не замедляется, пойми. Жизнь, да, неплохо. Жизнь неплохо, но... Меня в последнем новости очень печалит. Прям очень. Я имею в виду не... Какие-то события. А... Как меня слышно вообще? Как... Че? Дима, ты знаешь, что Берута умерла? Надеюсь, ты не шутишь, чувак. Берута? Берута должна жить вечно. Это, наверное, одна из самых колоритных персонажей. Шоу Ликея. Очень добрая бабушка. Имел честь с ней общаться. По телефону, правда. Нормально слышно, нормуль. Все ок. Отлично. Отлично. Че, какие новости? Ты лагаешь. Некоторые лаги... Не, я могу попробовать на Wi-Fi переключить. Нет. Здравствуйте, здравствуйте. Передай привет. Передаю. Всем сразу, кто пишет, передай привет кому-то, кому-то. Вот в эту секунду я сразу передаю. Все. Всем привет передаю. Так. А как? А, тут нельзя, да, банить? Недавно вышло видео. Какое видео? Чье? Не нравится твоя песня? А мне уже не очень. Раньше нравилось, сейчас уже... Надо... Надо идти дальше. Надо идти дальше. Пишу трек. Опять вместе с Максом. Макс, который помогал, ну и создавал полностью музыку для трека 30 лет. Макс для трека. До этого... Макс крутой. Так. Мне нравится клик. Нравится, окей, отлично. Привет, привет, привет. Берута умерла. Это очень грустно, это очень печально. Но следует помнить, что все мы не вечны. Умер Хокинг недавно, умерла Берута. Как относишься к Мэдисону? Да нормально отношусь. И вот в последнее время я все сильнее и сильнее начало понимать. Я прекрасно знаю, почему он ушел с YouTube, перестал быть контент-мейкером. Но вот в эти дни, в эти дни ты понимаешь, что это было абсолютно правильно. Меняемые люди, присыкивавшись с всем этим говном, поймав все, что можно было поймать от сферы. Двигаюсь дальше. У кого-то стримы, у кого-то кино, у кого-то музыка. Не знаю. Мэд прикольный. Имел честь с ним общаться на стримах радиостанции Мэд.фм, аудиостримах, трансляциях. Мэд меня даже как-то интервьюировал. Достаточно весело, забавно прошло. Потом мы там куесосили друг друга, но это нормально. Это Мэд. Он такой, он меняет отношение к людям, то ли по приколу, то ли биполярочка, знаете. Тоже мем. Тоже мем. Он долго потом еще вкидывал, что Ларин диагностировал ему биполярное расстройство. Или маниакальный депрессивный психоз. Ты классный, спасибо. Добрый день. Но не настолько, насколько хотел бы, сам понимаешь. Охуеть живой и настоящий. Да, да, я здесь, я держал паузу длительно после событий в торговом центре Зимняя Вишня. Я считаю, что я поступил правильно. Я совершенно не снимал ролики по этой теме. Это не то событие, где надо много говорить, учитывая отсутствие полной картины событий. Здесь надо очень аккуратно, это очень тонкая тема. Помощь, помощь людям. Да, я помог, например. И я сделал некоторую транзакцию на сайте. Короче, это не суть. Делай добро, бросай его в воду. Показушные вещи, вроде роликов, скорбения. Вы даже могли видеть, как весь топ Ютуба был забит. Да, были события. События, фрагменты очевидцев, записи с камер телефонов. Это все очень важно. Это безумно важно, гражданская журналистика. Я вообще считаю, что каждая старуха, каждый слесарь должен вовремя держать в голове, что если какая-то херня происходит, неконституционная или нарушающая гражданские права, еще какие-то, он должен, блядь, достать телефон, начать снимать, потому что, ну, блядь, это правильно. Это очень круто все. И комментарии людей, которые прошли через это, которые потеряли, это все очень важно. Это надо, надо видеть. Но, блядь, блогеров, которые вот так вот стоят на каждой второй, сука, картинке, превьюшке, на каждой первой, нахуй. О, такой стыд. Темный фон, свеча, вот это вот. Давайте освещать по слухам. Да ёб твою мать, замолчи ты, нахуй. Ты вообще понимаешь, что произошло, ёбаный ты, придурок. Ты вообще врубаешься, может... Короче, я решил молчать и помочь посильно. Жалко, что... Единственное жалко, что у них на сайте нет приема крипты, потому что, ну, люди-то, они узнают все равно из медийки. Они на этот сайт попадают, ну, по большей части из ютуба. Там есть люди с криптой. Я бы, например, крипты закинул, особенно учитывая текущие положения. Ну, короче, надо это учитывать. И вообще, в принципе, немножко в топ уйдём от этой темы. Я думаю, надо потихонечку от неё уходить, понимать её, осознавать, делать выводы, но немножко двигаться дальше, короче. Ещё раз соболезнование людям, но криптой можно помогать. Были случаи, были случаи, когда благотворительность проявлялась таким образом. Отправить на кошелёк крипту очень просто, и это несложно, это проще, чем Сбербанк. Давно эфир? Нет, минут пять. Молоко ещё не даже не успело нагреться. Здесь всё нагревается очень быстро. Иди нахуй, сам иди нахуй. Ха! Как тебе такое? Понимаешь? Я даже имя тебе назвал Свой. Тебя зовут Свой, 390745. О, привет. Поднимаю стаканчик молока за тебя. Ты где? Привет, здравствуйте, здравствуйте. Вот, думаю, думаю, сегодня пойду по музеям. Не был давно в музеях, отправлюсь в антропологический музей современного искусства. Если есть какие-то мысли, можете писать, что бы вы хотели там увидеть. Может, что подсниму, возьму свою камеру. Какое видео планируешь в следующем? Да любое, спонтанное. Это не будет означать, что оно будет хуёвое. Просто, как бы, это же блогинг, это же гонза. Это, ну, по крайней мере, я так воспринимаю. Я не могу сидеть, писать сценарий и, как бы, диктовывать себе на камеру склейки какие-то. Не то время и уже интерес не тот. Гонза куда интереснее, потому что гонза с тобой происходит правда. Ты не говоришь правду, она происходит. Меня с собой возьмёшь, ты женщина. Мне Ксюша запретила с женщинами общаться. Видос скоро. Да? Да почему нет? Очень даже... Но, короче, вся моя техника немножко пришла в упадок. Она, то есть, работает, всё нормально. Но я узнавал, я много очень информации почитал, почему Mac может тормозить. Я откатил его до нулевой версии, до, ну, то есть, до нулевого обновления, до заводских настроек. Всё равно тормозит. Я узнал такую штуку, что когда компьютер поднимается в воздух, у него аккумулятор может ебаться начинать. И выдавать неправильный, то есть, то ли вольтаж, то ли ещё что-то. Короче, аккумулятор может напротив процессора и прочим запчастям, и они начнут косячить. Вот. И камера, лол, здравствуй, да, лол, и камера, камера, короче, АСМС забилась нахуй пылью. То есть, чтобы вы понимали, забилась внутри корпус. И сколько бы я не чистил матрицу, я надеваю объектив, иду снимать, и появляются вот эти вот ваши, блядь, любимые, ваши любимые точечки на экране, полосочки такие, не одна, а штук пять. Как будто, знаешь, как будто маленькие волосинки, ворсиночки, ворсиночки шерсти, с какого-нибудь мутоновой шубы нахуй на вашем экране. И когда люди пишут, блядь, я заебался протирать экран в комментариях, ты понимаешь, что таких людей очень много. Это как Энди Кауфман, который пускал в телешоу помехи. Ну, то есть, искусственно пускал помехи. И люди колотили по телевизору, и я тоже сижу и думаю, блядь, сколько людей из полмиллиона, которые посмотрели этот ролик, подошли вот так вот и начали протирать экранчик, типа, это у меня, это у меня что-то, ах ты пидор, Ларин, это у тебя. Вот такая история, я понимаю, что это забавно, но раз-два у меня, да, но когда это у вас, все-таки я это, я люблю своих зрителей. Цветокор делать, цветокор ворсиночек. Короче, безумие. Ну, не знаю, может, чего возьму сейчас, сейчас продумим. Я думаю, мне нужен пылесос, чтобы он отсосал прямо всю пыль оттуда. По-другому я не знаю, я уж отрелся по-всякому и протирал разными материалами с разной абразивной способностями. Даже эту купил. Тряпочку. Микрофибра. Микрофибра. Нихуя не помогает. Короче, ладно, ты где? Там КС-ЮС рвется к нам в эфир, да? Ладно, давай еще немножко посидим, потому что у меня вроде стрим нормально пройдет. Голосуйте, голосуйте. Если хотите, чтобы КС-ЮС оказалась нашим стримом, она нужна вам в стриме или нет? Вообще, как думаете-то, господа? Так, давайте еще вопросы обсудим, что-нибудь. Давно с вами виделись, когда обратно в Питер? Я думаю, в течение месяца я пиздец соскучился по России. В такие моменты понимаешь, что Родина тебе все равно нужна, потому что носитель культуры, языка, связи, взаимодействия невозможно. Мне, по крайней мере, постоянно находиться в путешествии. Два с половиной месяца – это край для меня, по крайней мере, на данный момент. Были времена, когда мне и двух недель хватало, забивалось. Потом месяц, сейчас два с половиной. Может, однажды приду к большему количеству. Ну, видишь, как бы, какой момент. Я еще один гоняю постоянно. Ну, не полностью этот рип был наполнен только мной, да, в дороге. Мы с ребятами, которые помогали, кстати, мне. Мои друзья, которые помогали в съемке клипа «30 лет». Рома, оператор, второй режиссер. И Серега. Я надеюсь, Серега сейчас смотрит. Он уже вернулся в Mother Russia. Он уже снимал из заснеженных рельсовых каких-то пространств, из поезда. Прям, для меня это настолько чуждо. Дичь. Вот. Серега тоже помогал снимать клип. Помогал снимать ролики в ГОА. Я старался ему посильно помогать, так что симбиоз. Как говорится, толерантное общество всегда экономически выгодно. Поговоря о Моргенштерне, мы же так его любим. Блядь, да Моргенштерн крутой, заебали. Это явление. Вам может не нравиться его музыка. Она может вас не качать. Вам может не нравиться его, не знаю, специфическая форма головы. Как по мне, я как человек с ярко выраженными уродствами, да. Я вообще считаю, что он, блядь, Аллен Делон по сравнению со мной. Который не пьет одеколон. Вот. По поводу его формата. Форматы интересные. Форматы интересные с шутками. Какая-никакая ирония, комедия. У него образ достаточно прикольный. Его ждет, блядь, реально большое будущее. Ну, то есть, он, как минимум, будет собирать залы, и уже, наверное, собирает, не меньше, чем дикей. То есть, блок-рэп. Это как блок-рэп, но нового уровня. Вот если раньше был блок-рэп, это, там, Яхаванский, да, который задыхается, блядь, на второй песне, за которой Черников поет, да, там, Джарахов. Это тоже не то. Я считаю, что Моргенштерн качественный. Пусть он делает часто. Я вижу, что он старается много делать, а много это не всегда качественно. Я считаю, что Моргенштерн очень даже норм. И он хорошо себя проявил в последних событиях, которые вообще очень многих у нас вывел на чистую воду или на достаточно грязные оболоты. Так что Моргенштерн норм. Я считаю, что он единомышленник. Мне. Что думаешь насчет извинений, Юлька? Ну, молодец, что признал. Не знаю, вернул ли деньги. Джарах вообще читать не умеет, ну... Так. Это не я сказал, это написано. Что это означает? Это вы так, типа, Еее, я согласен, да, я просто слишком стар для этого говна. Я не понимаю все ваши смайлики. И я сомневаюсь, что чувак, который сидит сейчас там и отправляет вот их пять человек отправить. Они такие... Дааа, он прав. Или вот который отправил смайлик со слезками. Он прослезился, но через слезы смеется. Вы, вы... Эй, нет, это баг был, потому что я пытался прибавить яркость, потому что я нихера не вижу, учитывая, что я в тени нахожусь. Слишком много отсвечивает всего. Да, снять очку. Здесь слишком солнечно, у меня утро, я бы только проснулся, ребята. Так. Клоун. Ты обо мне? Ну так можно охупайте. Так. Слишком много смайликов. Нет, давайте общаться словами. Ты где, что, как дела? Я в Мексике еще. Как дела? Где-то на троечку с плюсом из пяти. Ну, то есть, обычная твоя оценка в табель. Ксюша не рядом, что ли? Нет, Ксюша где-то у нас пытается дозвониться. Давайте попробуем ее подключить. Ксюша... Ксюша, сделай вызов. Сделай вызов мне. Так, посмотреть. Да, USKS добавить. Сейчас. Что за повестка? О, повестка в суд. Это, блядь, вообще безумие. Короче. Пишет мне мамка. Среди ночи. Видимо, письмо нашла в ящике. На имя Дмитрия Александровича с известной фамилией. Да. Здравствуйте, Ксения. Добрый день. Приветики. Приветики. Я вот пытаюсь рассказать историю про письмо. Письмо и повестку сейчас. Подожди. Просто Ксения будет моим адвокатом, чтобы вы понимали. Костюм придется купить. Нам придется купить смокинги. А я думаю, что мы можем прийти, да, к каким-нибудь по-стильному. Все будут. Там, к слову, фигурантов дело. Фигурантов дело. 45. 45 человек. У которых... Блядь, я даже не знаю, с чего поначать, чтобы было красивее. Слишком сложно. Это слишком сложно. Слишком сложная игра, но по факту... Я думаю, что можно снять ролик, конечно. Но я вам вкратце расскажу. В общем, меня подали в суд в числе прочих 45 человек. 40, блядь, 5. Которые, якобы, продавали... Короче, мне звонит мама. Дима, Дима, на тебя в суд подают. Тебе надо явиться 14 февраля. Я думаю, ну пиздец как бы. Я буду еще две недели после 14 в Мексике. Апреля. Да, да, апреля. Я не могу явиться совершенно. Невозможно. Ну, думаю, ладно. И она начинает, мол. Вот, читаю письмо. Нарушение. Статья об авторских правах. За то, что ты продавал книгу. Продавал книгу. В твердом переплете. У меня сразу в голове. Ну, блядь, дик свап. Скотина. Я же озвучил его книгу. Думаю, блядь, что он совсем охерел, что ли. Я же типа добро делаю. К тому же я не продаю. Я в телеграм выгрузил книжку эту. Вот. Но, короче, читаю дальше. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Такой-то, такой-то. Явиться в суд. В числе таких-то, таких-то. И там перечень людей. И у которых там по пять, по семь ресурсов. Сайтов разных. И форумов. И вот они, мол, продавали там эту книгу. В твердой креплете физическую. И книг несколько. И вот самое, блядь, внимание. Книги. Двигатели внутреннего сгорания. Дизели. Трактора. Системы снегоуборочные, блядь, техники. Какой-то физик. Какие нахуй трактора. Какие нахуй трактора, ребята. Я в шоке. Я в полном шоке. Говорю, давай, отправляйся в светлое место. Фотографируй мне. У нас на севере всегда тьму. Вот. Она, значит, меня отправляет. Я смотрю, читаю весь этот ад. И понимаешь, что я там совершенно, ну, случайно оказался. Я не понимаю, каким образом мне на крайний север, блядь, пришло письмо матери. И учитывая, что ссылки на мой ресурс... Вот там, там, наверное, сотни ссылок, потому что люди, на которых... И да, мне в меня... Так а там есть какая-то твоя ссылка? Нету. Я искал на телеграм-канал, я искал на свои старые сайты, потому что у меня был хвост. Там просто твое имя, и не указано, что конкретно. Да, да. Двадцатка денег. Мол, если, типа, не явишься, и, типа... Это истец, истец. Я потом все озвучу еще в ролике, когда мне сканы полностью отправят, сканы этого... Этого процесса безумного, блядь, просто... Мне нужен адвокат дьявола, я же такие преступления совершаю, блядь, книги про трактора продаю. Соответственно, ждем полных материалов дела. Буду звонить в суд, говорить, какого хрена, какая двадцатка, давай в биткоинах отправлю. Нет, в принципе, то есть, скажу, вообще нет. Вы что, издеваетесь? Я не продавал ничего, никакие книги. Я искал ссылки на свои старые сайты, потому что у меня был... Лет восемь, нет, лет семь назад у меня был сервер в Нидерландах, и там у меня было порядка десяти-пятнадцати сайтов разных, и, типа, а? Да, да, потому что законодательство не распространяется на некоторые сайты, находящиеся по IP в Нидерландах. Так вот, вы уже поняли, о чем речь. И, соответственно, нет ни ссылки, ничего, ни текущей деятельности в образе Ларина. Так себе, да, звучит, немножко упугающе? В жизни Ларина ничего нету. Ничего нету. Какого хрена? Какой-то суд. Трактора, блядь, двигатели внутреннего сгорания. Короче, дурдом. Может, я просто что-то не знаю. Может, я что-то не знаю. Ты трактора по ночам ходил, блядь. Очень плохо слышно, Ксюша. Изгал. Ксюша, плохо слышно? В смысле? Че плохо? Да че ты говоришь про трактора? Я не знаю, я говорю, может, ты по ночам ходил, там, искал информацию о тракторах, продавал книги в подполье где-нибудь. Трактора, печатная книга в бёрдом переплёте, это последнее, что бы я продавал в сети. Я бы раньше, наверное, ну вот палки, палки вот с мексиканских улиц продавал. Это абсолютно бесполезно для людей моего круга общения и людей, на которых я могу как-то, ну, не влиять, но доносить своё мнение. Типа, че за бред? Будешь моим адвокатом? Конечно. Следующий ролик будет называться «Адвокат дьявола». Окажется, что у меня... У меня же есть юридическое образование. А? Ты не знал? У меня же два образования. Одна из них юридическая. Вторая углеродная. Вы не знали? Юридическая? В 20 лет? Да. Ты в седьмом классе пошла в вуз, да? Параллельно? Нет, нет. Ты не знал просто много, о чём обо мне не знаешь. Я вообще два образования включаю параллельно. А знаешь, что ты обо мне не знаешь? Что у меня в Архангельске есть склад, склад книг про ТВС, трактора и снегоуборочную технику. Я магнат. Теперь уже знаю. Теперь уже знаю. Но уже слишком поздно. Ты вот не знал, что у меня юридическое образование. А я не знал, что ты трактаёшь. Вот и поможем друг другу. Вот друг другу поможем, да. Поедем в Архангельск, сожжём все книги, приедем, заметём следы. И вернёмся в Москву и почистим логи. Вот у нас же есть закон о забвении, да? О праве на забвении. Вот я хочу, чтобы все забыли о том, что я продавал книги про трактора. Такие дела. Чё, как настроение, народ? У нас тысяча тысяч человек. Говно-версус. С кем, мужик? Напиши варианты. Самый. Так. Небо в клеточку, прямо в пол... Чё? А небо в клеточку, друзья, в полосочку. О, как я давно не слышал эту шутку. Да-да-да, присядём мы. Главное, чтобы не на бутылку. А прикинь, тебя реально засудят. Прикинь, кто-то тебя подставил, короче. Ну и чё, 20 тысяч рублей я уж как-нибудь соберу, а потом я, типа, в резонанс устрою, потому что они ухилили. А это всего 20 тысяч рублей? Ну, конкретно про меня написано, что мне необходимо, типа... Истец пишет. Взыскать со следующих господ по двадцатке денег. И там список большой имён, и там моё имя. И это единственное место, где... Не информация о том, что этот человек продаёт. Просто взыскать, типа, пули нет. Ну, типа... Да, а пули не снять. У него и так деньги есть. Я слышал в крипте он заработал. Типа, что за бред? Ни паспортных данных, ничего, ни адреса. Ну, типа, пришло, хорошо, ладно. Но адрес отсутствует. Там 45 страниц этого дела. Короче, дурдом. Я думаю, что я запишу ролик в ближайшее время. Но сейчас не хочется. Сейчас хочется о другом думать. Привет, здравствуйте. Наш эфир уже идёт 8 часов, так что... Ой, ой. Я как будто на синтезаторе играю. Так твой голос звучит. Ксюша. Ксюша. Ксюша очень сильно лагает. Ксюша очень сильно лагает. Давайте послушаем, как Ксюша поёт. Ну что? Я надеюсь, что это не я торможу. Лагаешь, Ксения. Ладно, давай, короче, поговорим в следующий раз. Спасибо за участие. Давай. Нет, это не проявление... Не проявление, чтобы бабу с воздуха были проще. Нет. Просто начиная от лаги. Так, чтобы мы с радостью пообщались ещё. Так. Дима, бля. Чё, Дима, бля? Ну вот что вот, вот чё-то не нравится. Объясни мне. Здесь очень солнечно. Может, зайдём в помещение, а? Практически сниму. А чё я спрашиваю? Это же... Это же мой стрим. Я, в принципе, могу ещё попродить, показать чё, как. Чё, секундочку. Где мой автомобиль? Да, это мой автомобиль. Эту песню себе на mp3 player скинь. Да, это мой автомобиль. Эту песню себе на mp3 player скинь. Да, это мой автомобиль. Эту песню себе на mp3 player скинь. Кто-нибудь помнит там Сифа Ломкина? Да, это мой автомобиль. Эта песня себе на MP3-плеер скинь. Да, это мой автомобиль. Я бы вам поехал, да? Все. Дорогая, я дома. Пускать вода. Вот это... Задачно удобное приспособление. Ионизатор этого говна. Не ионизатор. Не ионизатор. Азонатор. Ну я уже показывал, как это работало. Вода готова, в принципе. Сейчас, сейчас. Ищи свои вопросы. Я только проснулся, господа. Уже успел рассказать вам про... Азонатор. Про... Только на меня в суд подали. И Ксюшу подключить. Героям слава. Да, я считаю, что герои это круто. Героизм это вообще замечательно. Бутылка из фикс-прайса? Нет. Чувак. Бутылка не из фикс-прайса. Сколько тебе лет? 76? Да. Мне 76 лет. Исполнилось вчера. Ты доволен? Тебе смешно? Ты трахаешь Соболева. Да, я трахаю Соболева. Сколько времени? Времени где-то час дня. Баткомедия открут. Местами. Повторить про суд. Повторить про суд, пожалуйста. Ой, давай лучше ролик сниму. К тому же, я не хочу оперировать пятью страницами, которые я прочитал, а их там 45, поэтому... Давай дождешься, что ты слушаешь ролика, окей? Ты кто? Меня зовут Дима. Я снимаю видео. Что думаешь про вброс Соболева? Позор. Просто позорище. Позор, блять. Понимаете, в чем дело? Удалил ролик. Ладно, хорошо. Типа, да, там была дезинформация, там была дезинформация. Я... Слышь пиздеж. То есть пиздеж был. Пять миллионов человек посмотрели. Пиздеж на достаточно серьезную и важную тему, на которую вообще... С которой пиздеж неуместен. Ролик был удален. Хорошо. Что произошло дальше? Произошло то, что он успел, благодаря тому, что ролик был, собрать 82 тысячи подписчиков в сутки. 82 тысячи подписчиков в сутки. 82 тысячи подписчиков в сутки. И 5 миллионов просмотров. А опровержение-то где? То есть 5 миллионов человек посмотрели. У них это в головах закрепилось. Они с этой информацией живут. Коля удалил ролик, где-то в своей соцсеточке написал, что ой-ой-ой-ой, я там, блядь, вкинул слухов. Слухи. Я базарная бабка. Я, короче, я просто информацию. Я не говорил, что это правда. Я не говорил, что мой канал про правду. Блядь. Если ты на такую серьезную тему обосрался, то твой ролик опровержения должен быть не менее масштабным и вирусным, чем сам ролик про то, где ты напиздел. То есть ты должен примерно следующим образом поступить. Ты обосрался, окей. Ты должен сидеть, не знаю, голой жопой на холодных камнях в Дворцовой площади в Питере, обмазанной своими фекалиями и кричать «Я обделался, я 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 обделался». Вот так же, блядь, понимаете? Потому что все должно быть эквивалентно. И такая тема это хуйня, как спид-инфо какой-нибудь, да? Там на человека, на селебу, например, нагоняет и потом в следующем выпуске или через два маленькими тоненькими буквами где написано «Нет, на самом деле Аршавин не сосал у енота, блядь, в Никарагуа». Ну, типа вот такого рода, понимаете? Так вот, Коля Соболь в спид-инфо. А спид-инфо и болит в рот все вменяемые люди. Поэтому с Колей Соболем поступать надо таким же образом. Можешь суд подавать пидо. Так, тема не та, тема не та, чувак. Далее, вопросы. Что думаешь о роликах Вальнова и Камикадзе по ситуации? Я не смотрел ролик Вальнова и Камикадзе, к сожалению. Мне хватило, блядь, сводок новостей и видеоочевидцев, чтобы охуеть окончательно и осознать масштаб родителей. Я не смотрел много блогеров. Типа, типа, мне хватило. У меня мозги еще пока что не уехали. Постарел, пригласишь в эфир? Да, легко. Так, Дима, что за Грисеев 24? Да пошли они нахуй, серьезно. Ну, типа, не трожь говно, оно и не воняет. Да мудаки, конечно. Можно на них суд попадать, на самом деле, за пиздец. Вторую давность я выпустил, у меня не до этого было. Они связывались со мной, но устроить хотели эфир не прямой. Или, а, нет, они хотели устроить прямой эфир на интернет-канале. Это совершенно не то. Совершенно не то. Так, постарел. Ну, как не постареть, какие события происходят? Вы еще не знаете, что в моей жизни. Пошло не так в какой-то момент. Плоти налоги. Плоти? Плоти налоги? Это как венецианский купец. Фунт плоти, да? Отдать кому-то. Налогом? Окей. Будут новые клипы? Конечно будут, чувак. Будут. О, будут. Привет. Hello. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы понимаете, успешный клип однажды, успешный клип навсегда. Рэп может ждать. Как героин. Хуй-хуй. Очень приятно, кстати, что Слава КПСС использовал фрагмент моего ролика, текст, вернее, фразы, где я говорил, что неужели мне приходится быть совестью сообщества, а там что-то моральные установки блогеров ниже моральных установок проституток. я не передаю приветы пабликам, потому что паблики это частность от общего говна под названием ВКонтакте. Срал я на него с большой колокольни Исаакиевского собора, колоннады. Ненавижу эту соцсеть. Сохраняя эфиры. Зачем? Как говорит Замфира. Когда клипы? Когда клипы? Это будут клипы. Когда надо, тогда и будут. Так. Далее. Эй, ви, е. Дима, когда ты в Россию приедешь? В Россию, шкур. В Россию, Россию, Русь. Приеду в течение месяца. Привет. Когда будут новые шкуры? Ха. Шкур? Зачем? Сколько тебе лет? Про рок-брошюру. Смешно. Когда будет новый клип или концерт? Я думаю, что я приеду сразу стадионный тур. Ну а че мелочиться, да? Сейчас запишем лучший альбом Эва, который будет, я не знаю, переворачивать дебро просто вот так вот, а че, ну как бы сделаем, ладно. Я думаю, на следующей неделе. Покупайте билеты на сайте youtube.com, на сайте sex.com и так далее. Это ты где? Это я в Мексике. Здравим. И вас здравим, уважаемые. Как относишься к скриптониту? Неплохо. Будут ли еще клипы? Нет, не будут. Я только что об этом говорил. Что ты так много материшься? Не знаю. Наверное, русский дух прет из меня из-за отсутствия общения с соотечественниками за последние два месяца. Малым количеством общения. Привет, здравствуйте. Ты тут? Да, я тут. Когда в Архангельск? Когда приеду в Россию, очевидно же. Брутал такой. Не сказал бы. Ларин зашагает. Он уже идет. Он уже идет в ваши дома. Как помните, когда я разносил... Что я разносил? А, я разносил посылки. Да, я украл этот формат во всеми ровно, но тем не менее. Прикольно было. Стучишь, такой, в дверь. Открывает подписчик. И вахуй. Ты не хочешь убрать свою картавость хирургическим путем? Я не знаю. Хирургическим путем я бы убрал много всего в своем организме, но явно не картавость. Это... Не так работает, чувак. В МСК... Мне это не надо. Что насчет Кемерова думаешь? Чувак. Блядь, ну это... Нельзя так, знаете... Ответить просто. Че думаешь, что сложное говно? Я полэфира этому посвятил час назад. Полчаса назад ты пропустил, скорее всего. Дима, какое молоко брать? Бери пожирнее. Три-два процента. Желательно из Вологды, если есть возможность. Не возбуждай меня. Ну быстро пошли меня нахуй. Ой, какая ты тупая, сучка мелкая. У меня тесаная и неграмотная. Грамотная. Прости, пожалуйста. Хорошо, что напомнил мне мой приятель. Вы все мои приятели. К слову. Сейчас возьму кружечку и на лице молочка не нужно. Молоко это полезно, чувак. Ты молоко. Мамку порадуешь. Скажи, мам, теперь я буду молоко пить. Потому что Жак-Энтони советует. В смысле я Жак-Энтони? Жак-Энтони часто любит пить молоко. Мне тоже нужно молочек. Эй! Нет, только нет, чувак. Серьезно? Куда не могло закончиться? Ну вот. А рэпа сегодня не будет, значит. Молоко кончат. Будет пикничать, совершенно дерьмо. Местный дерьмовый апельсиновый напиток. И говорит про дистанциальный ад. Взбушек видеоблогеров. Ты ума. Их аудитории. Блин, нам надо с вами играть в игру. Она будет называться Съел ли я сегодня уже так? Давайте, давайте попробуем сыграть первый раз. Как вы думаете, съел ли я сегодня уже так вот? Ну ладно, зацените честь. Скайскрейперс, you know? Real talk, think about. Think about skyscrapers, man. It's skyscraper. Sky? Scraper, yeah? You know? Сура. Это я. Ты не умирал. Нет, ты умирал. Ну, вообще, да. Вообще, я умирал. Но я на эту тему не говорю. Без моего адвоката. Поэтому давай, давай просто закроем. Сделаем вид, что ты опечатался и задал какой-то другой вопрос, если бы хотел. Так. Бля, ты в тюрьме? Да, я в тюрьме. У нас тут вот стены в 42. В синих стаканах. В стеклянных. Чтобы можно было зарезать вертухая. Здравствуйте. Здравствуй. Hello. Здравствуй. Вытри подбородок. Прости, пожалуйста. Прости, милый. Я не знал, что я могу транслировать в 1080. И люди видят мое свинство. Кача на подбородке. Пошел. Все мы люди. Все мы человеки. Неужели у тебя никогда не было малышка на подбородке? Ну, что за хуйня, а? Или там от Шавермы такие, знаешь, штуки тоже на лице. ЛСП. Что ЛСП? ЛСП подпольный бюджет. Реал или Барса? Обоссал футбол. Вот мой ответ. Ларин Кеса. Визеваю на батл. Я пойду на батл с тобой, чувак, только за 2 миллиона рублей. Знакомые, правда ли? Вытащи хер изо рта. Твоей мамке? Ты с утра сделал уже, когда за така бегал. Она тут, в гетто, в районе. Поклоняется культу Санта-Муэрта. Бомжиха отца свят у гангстеров, которые зарабатывают под доллар в день. Так и было. Прости. Сохраняй хер. Зачем? Ты меня не тролль. Я могу троллить кого угодно. Даже господа бога. А где такое? Бога нет, окей? Бог, тебя нет. Люблю. Я очень рад с тебя. Здравствуйте. Добрый день. Бывай нас здесь, как у нас говорят. У вас уже бонус ночи, я так понимаю. Сколько времени? Час дня. Привет. Классная футболка. Да, в Индии купил на Найт-маркете в городе... Не в городе, а в поселке, назовем Сиа-Лим. Если когда-нибудь, скажете, есть в Гуа, обязательно посетите Сиа-Лимский Сатэдэй-Найт-маркет. Ты про Беруту знаешь, да? Слышал уже из эфира. Жуткая новость, это правда. Все мы, все мы не вечно, к сожалению. Гуа-Лим был замечательным человеком. Какую музыку ты любишь? В основном марши. Привет, здравствуй. Привет. А почему снова так новых приветов? То есть мне кажется, что как будто люди ушли, их выкинула из системы, и зашла новая группа такая. О, эфир у Ларина, хотя он идет уже час. Типа, что это стоит? На часах 23, я на шага 30. На часах 22, я за 2 до 40. Так будет моя песня звучать, когда мне будет 40. Когда на вершу с Хованским? Был уже, вроде бы, не помню. Пойду, проберу, тут посмотрю. Посмотри, потом расскажу. Как тебе, Томас Мраз? Нормас. Томас Мраз, мне нормас. Курво. Курво, это ты. Привет. Здравствуй. Здоровенький былый. Ларин, скажи, не буду говорить. Еще раз, когда? Хало, здравствуй, заканчиваю эфир. Ты охуел, что ли? Юра или Ксюша? Володя Ржавый. А кто победил? Победа? Что? Победа, это лишь в головах судей. В головах участников. Читали у Хамингуэя? Победитель не получает ничего. Так вот, классная штука. Так, пидор, здравствуй. Е-е-е, новый текст. Да, новый текст, на часах 22, ты слышал. Сальвэ, галера. Галара. Я не знаю на каком-то языке, прости. Я, если думаешь, что я испанский здесь знаю хоть немножко и пытаюсь угадать какой-то язык, ты ошибаешься. Ты даже мамке своей не нужен. Был бы не нужен. Она бы скрыла от меня тот факт, что на меня подал в суд какой-то мужик, блядь, за книги про трактора. Ну, короче, это история отдельного ролика, я так полагаю, это пришло недавно. Те, кто сидит здесь давно уже в курсе этого. Объясните ему кто-нибудь, напишите ему фишку и, типа, все равно, пойдем в эфир. Какой? А, тебя, типа, зачем? Кто ты, чтобы удивить меня? Ларин, я к твоей справы. Да нормально, ничего, водичку пьем. Живо-здорово, отпиваемся. Как к астанистам относишься? Лучше, чем к православным, яручим. Правда. Далее. Когда в СПБ? Скоро. Скоро, наконец, град Петра меня встретит своими холодными объятиями. Элджей, как тебе, мразь? Не отвечай на такие вопросы. Они беспредметные. А ты старее, чем я думала. Да я старее, чем даже я думал. 1-3-3-7. 1-3-3-7 человек на эфире. Класс. Как корж тебе? Норм корж мне. Ну, некоторые траки, окей. Покажи вид из окна, показывал же. Ну, ладно, специально для тебя. У меня легкие просто, кстати, на морде. Это могло вам показаться, из этого вам могло показаться, что у меня проказы. Но у меня не проказы. Ты уже купил компьютер? Короче, по поводу купил компьютер. Я ходил, думал, блядь, здесь купить мак или не здесь. Кстати, кстати, вот я расскажу. Это, конечно, никому нахуй будет неинтересно. Вообще. Ни одному псу из вас. Ни одной сучке. Но. Заткнись. Короче, тема такая. Наснимал я тут 4К-видео. 4К-видео. И пошел к своему другу Теме. Если Тема меня смотрит. Тема М. Он живет в Мексике. Пошел к нему, значит, тестировать его. iMac 2017. Не путать с iMac Pro. А iMac 2017, его версия, стоит 2,5 тысячи баксов. Я думаю, ну ладно, давай попробую. Пошел, значит, взял 4К. Наснимал на 7С. С ниточками такими, блядь, с ворсинками на матрице. Я уже рассказывал. Ты пропустил. Сука, что творится с моей техникой, да? Из-за перелетов и путешествий по странам, где ж будут трупы. И прочим горным местностям. Так вот, пришел с 4К файлами. Там битрейт где-то мегабит 100 в каждом ролике. Начал монтировать. Окей. Начал делать переходы. Блядь, лагает. Mac 2017 года. iMac 2017 года. Лагает. Хорошо. Делает цветокор. Лут накинул. Подтянул кривые. Баланс белого. Все дела, короче. Начинает слайдшоу. Уже, да. Чтобы вы понимали, Final Cut по дефолту не в 4К тебе показывает. Сразу в видоискателе. Не в видоискателе, как это называется. В предпросмотре. Там где-то 1080, а то есть 720. Лагает, блядь. Не нравится. Поэтому я думаю, что... Decay, взяв Mac за миллион рублей... Я думаю, что Decay, да, у меня тут какая-то проблема была связь с Decay. Взяв Mac за миллион рублей для работы, для качественной работы с контентом нового времени, а нам придется все равно работать в 4К и с большим количеством слоев, масок, цветокора, блядского грейдинга, трекинга, плагинов сторонних. Абсолютно оправдан. Лям за миллион рублей Decay абсолютно оправдан для творца. На все 100. Респект, чувак, что хватило смелости взять, потратить деньги. Прям круто. Я просто возьму такой же. Не, я возьму... Но, как бы, у него, как я понял, iMac Pro топовой версии, где там 16, что ли, ядер или 32, не ебу, короче. Xeon который, да. Я бы взял самый, наоборот, дешевый из iMac Pro, который стоит 370. Приеду в Питер, обязательно возьму. Но потому что, да я ебал уже, типа, с тормозами работать. Я сейчас ставлю очень большие задачи по монтажу, сложные проекты делаю. Не склейка моментов, как ты сидишь и пытаешься не засмеяться, блядь, в HD. Нет, хочется делать реально крутые вещи с большим количеством слоев. То, что Decay взял в Mac за лям, очень правильно, абсолютно правильно. Я возьму, наверное, попроще немножко. Но тоже модель, в принципе, оперативку можно потом будет докупить. Ну, спросом уже, да, ничего не сделаешь. Ах, я тоже меняемо. Что так похудел? Разве похудел? Я просто стал жилистым. Подруга, хочешь подтянусь? Видишь, у меня балки есть. Я на них подтягиваюсь. Как Рокки Бальбоа. Что за Карина? Какая Карина, чувак? И с какой стороны тебе больше всего смотрят? Меня? Очевидно, что из Никарагуа. Как Крекер Хрембрана, блядь. Ой, спокойной ночи. Спокойной. Насколько похудел? На 13 килограммов. Теперь я как голенья выгляжу. Ксюша моя двоюродная сестра. Я знаю, чувак. Круто. Я тебя и купил, в общем. Как относишься к Брэндону Ури? Я не знаю, кто это. Брэндон Ури. Мат зашкаливает. Я немножко, понимаете, как бы вам объяснить. Я стал тупым быдлом. Не, на самом деле, я не знаю. Я просто давно не вел стрим. Я на эмоциях часто. Много эмоциональных тем, которые касаются так или иначе. В моей жизни, в последнее время, все это немножко психика подрывается. Где мопс? Мопс вон там. Видишь, ящик. Вот второй сверху. Там мопс. Сейчас, погоди. Погоди, погоди. Сейчас, сейчас он издаст. Издаст звук. Мопс, голос! Слышал? Слышал, слышал, да, немножко? Это мопс. Хватит материться. Прости, пожалуйста, родной. Больше не буду. Так. Дух или материя? Ну, наверное, неправильная постановка вопроса. Волна или материя, да? И если бы так ты задал вопрос, я бы сказал, волна, конечно же. У тебя же миссия была быдлом стать в шестнадцатом году, видишь, я немножко спутался с тайминдом. Гоу в Азербайджан? Не знаю, чуть позже, наверное. Пока что мне надо сходить купить тако. Молока в музее антропологического. А что я тормозу общее? Мне надо же уже бежать, чувак. Где ты? Я на постели лежу. Рики Ф или Гарри Топор? В том батле, конечно же, Гарри Топор. Конечно же, Гарри Топор. Я уже говорил, почему. Гоу в Азербайджан. С Оксимироном. Я хочу Версу с Оксимироном, а против нас, чтобы был Галат и... Эмси Бентли. То чувство, когда ты такой весь интеллектуал, а настоящая суть так и прет. Чувак, я никогда не говорил, что я интеллектуал. Найди мне цитату, пожалуйста, где... Я говорю, что я интеллектуал. Ты имеешь ровно того Ларина, которого заслуживаешь. Ты пришел к чуваку, у которого есть стержень. Который может пояснить за моральный компас. Который может сделать отсылку, провести параллели метафору. Если тебе кажется, что этих качеств достаточно для того, чтобы называться интеллектуалом, то можешь сосать хуй. Интеллектуал был, например, Торренс Маккена. Человек, который обладает двумя профессорскими степенями. По-моему, я даже не буду врать какими. Сейчас уже не вспомню. Но ты все это можешь сам узнать. Если ты считаешь, что я действительно интеллектуал, то у тебя проблемы. И у большинства таких тебе подобных. Большинство из вас проявляет себя так или иначе палец. На протяжении последних вот этих вот трех лет. Благодаря вбросам всяких отморозков блогеров. Которые ох, как хайпили на этой травле. Ох, как выезжали на критики меня. Абсолютно подменяя понятия. В конечном итоге обосрались все в политическом плане. Какова стоимость мнения и критики человека, который сам готов предать родину и сделать выбор. Кидая, предавая своих людей. Тонко я подвел дак предательством. И крысятничество. И все эти события, которые происходят сейчас, страшные, жутчайшие. Как раз из-за таких будаков, которые предали, которые поднимали явку. Вы предали явку, чтобы положение дел было такое. Посмотрите вокруг, какое положение дел. Если вы думаете, что это только какая-то цена на нефть и прочая хуйня. Нет, это и горящие дети. Можете нахуй пойти, если со мной не согласны. Типа, блять, если... Вернее, я прошу прощения, я неправильно выразился. Можете нахуй пойти. Просто. Если продолжаете такой хуйней заниматься. Ха-ха, Ларин интеллектуал. Смешно, да? Ты что разорался? Я не разорался, чувак. Просто меня бесит. Меня бесит благосфера. Это у меня больная тема. Совершенно больная. Я понимаю, что все хуево сейчас в сфере. Она изжила себя. Видеоблогинг был прекрасным. В десятом году. В девятом, в восьмом. Там были энтузиасты. У них нихера не получалось. Но это были люди с каким-то... Ну, с порывом, не знаю, что-то принести. Что-то были, конечно, мудаки всякие. Потом появились форматы. Но все равно где-то между них были... Ну, никто даже тогда подумать не мог. Потому что на ютубе просто не было денег. Мы шли не из-за денег туда. Сюда. Туда. Я уже даже перестал понимать, где мы. Это все одна большая медийка. Одно большое, блядь, безумие. Мы шли явно не из-за денег. Но даже если из-за денег, то не из-за таких, ради которых идут сейчас. Цифры совсем были другие. Вот. Потом форматы стали жестче. Потом порог рождения стал ниже. Потом детей стало больше. Потом смыслов стало меньше. Потом ослов, ну, типа, купили. И потом люди предали родину. Предали своих зрителей. Предали свое мнение. Вот эта точка, это пик, нахуй. Что дальше? Как еще дальше будете шатать окно Юган Варя Авертона? Дальше что? У меня это больная тема. Поэтому я могу вот так вот залипнуть в монолог. Достаточно монотонно и долго. И я пытаюсь сдерживать еще те слова, которые я бы сказал, но из-за которых у меня могут начаться абсолютно большие проблемы. Но которые, тем не менее, имеют место быть. Не проблемы, а слова и тезисы. Это дно. Да, это дно. Не уж ли Дмитрий Ларин в эфир вышел. Да, привет, чувак, давно не виделись. Потом все пошло попиздеть. Да, 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 да. Увы. Крутая история времени или Пуковский женщина. Краткая история. Это совершенно разные книги мужиков. Надо долго прочитать. Да, да, да. Именно так. Краткая история времени и женщины Пуковского. Эти вещи помогут тебе по жизни. Не совершить ошибок. Эмис. А, надо говорить в конце. Аминь. Привет. Поздравь за дыры меня. Не буду. Я надеюсь, что в твой день рождения в торте будет таракан. А подарок твоего парня сломается через два года. Оторвав тебе пальцы. Так, где Ксюша? Я не знаю. Она где-то километров за 10 тысяч от меня может быть. Ларин, дрочишь и какой рукой? Я не дрочу. Ко мне не спускается ангел. Это архангел, я бы сказал. Знаете, как всяким лирическим персонажем. И там Деве Марии. И почему с Девой Марии может там прийти к ней Гавриил, да? И сказать, типа, у тебя будет ебли с Богом. А вот, а ко мне нет. Чем мне хуже? Кто смотрит мой стрим? Господь? Я знаю. Яхве. Что чаще... Я, блядь, думаю, что я могу нарваться сейчас на оскорбление чувствующих. Бога нет. Опомнись. Бог внутри каждого из нас. Так, много мата. Ну, вот, понимаешь, есть пословица с волками жить по волчьи выть. Так вот как на мат не ответить особенно тупому и часто, если будете... О, блядь, ну тяжело, понимаешь. Ларин, ты не устал, я устал. Я устал, я хочу перестать быть энергией, в принципе. Вот все же в мире энергии, энергия, да, как известно. То есть, как бы тебе донести эту мысль, чтобы ты не счел меня со всем поехавшим. Короче, все в этом мире энергия, да? Когда ты умрешь, а ты умрешь достаточно скоро, ну, по меркам вообще вселенной, если мы говорим такими категориями, ну, мол, вселенная, да, там ничего не исчезает, ничего не... есть там закон сохранения, да, энергии. Так вот, ты умираешь, в тебе сейчас есть энергия, да? Ты такой весь импульсивный, творческий, у тебя там порывы какие-то, порывы блогеров посмотреть, например, в инстаграме перед сном, там, что-то сделать, там, телку склеить. Это энергия все, да, которую ты потребляешь, там, с... через пищу, которая, там, является результатом пятой ступени цепочки пищевой, да? И в конечном итоге солнце дает энергию для растений или для земли просто, и вот это рождается, там, продукт твоего потребления, и ты рождаешь энергию. И ты сам являешься энергией при этом при всем. Так? Окей? Постулирован. Хорошо. Ты умер. Что произошло? Энергия исчезла. Нет, она не исчезла. Она просто стала другой, так? Я не говорю о том, что... Я не говорю о том, что это реинкарнация, да, то, о чем говорят индуисты и некоторые другие конфессии, религии. Я говорю о том, что энергия никуда не денется. Когда ты сдохнешь, твое тело сгниет, и из твоих костей я сделаю себе пепельницу и буду покуривая джойнты. В стране где-то разрешено тушить об твои, блядь, лобные доли, короче, об твои виски. Вот. Окей. Энергия высвободилась. Да, правильно ты написал. Но куда она высвободилась? Она же осталась. Она же есть дальше. Она же... Она же это и есть ты. Твои поступки это энергия. Так вот, я в какой-то момент подумал, блядь, и это бесконечный цикл, бесконечных повторений, фрактальная вот эта история, это все будет всегда вечно, а потом эта энергия даст, например, да, например, эта энергия даст тепло растению, она даст, там, плоды, плоды будут съедены какими-нибудь тварями, эти твари будут съедены тобой. Но неважно, жизнь, энергия, это все очень рядом. Я начинаю загонять стрёмные эзотерические темы, да. Нет, это абсолютно физика, блядь. Я подумал, а что если я... Ну, естественно, это же бесконечный процесс, тут уже правила все устаканены, так ведь? Ну, то есть, все, мы продукты, это не с нас началось. Это началось тысячи поколений там назад, и вообще вот все это циркулирует именно так всегда. И в какой-то момент я подумал в Индии, как мне это надоело, как мне надоели эти бесконечные циклы, бесконечные повторения, из него не вырваться, короче, из этого цикла, ну, потому что порядок вещей, все, он уже устаканен. Смерть вселенной невозможна. Ну, я пока не вижу этого, этой возможности. Я подумал, я знаю, мне надоело быть энергией, и я хочу стать черной дырой. Так вот, я хочу поглощать энергию. Я хочу просто стать ничем после смерти. Ну, а потом эту мысль я быстренько откинул, и снова пошел искупался в океане. Ой, нифига себе, я подумал, что у меня белый медведь заползает в окно, заценивает достаточно стрёмно. Короче, выходишь такой, выходишь такой за угла. Какого хуя? Не знаю, может, только мне показалось. Но вообще-то вот так было. Фокусное расстояние глаза немножко отличается от айфона. Еще раз, постановим события. Не? Не похоже? Вот это мысли по первой ночи. Короче, да, я хочу быть черной дырой в конце, после смерти. Но, но, опять вспоминая Хокинга, я понял, что и это не выход, и это не выход. Нам не вырваться из этого цикла бытия энергией, потому что, ну, есть гипотетически какие-то выколки Хокинга, в которой говорит, что черные дыры тоже излучают кое-что. Они излучают и что-то испаряют. Есть некоторые процессы, которые там, видимо, происходят. То есть это не односторонняя штука. И это излучение называется излучение Хокинга. Можете почитать об этом. Так что быть черной дырой тоже, сука, не вариант. Короче, я думаю, я думаю еще. И это меня очень волнует. Я хочу остановить цикл бесконечных повторений, понимаете? Что, как? Ладно, я пришел в музей, короче. Если что, звони. Номер знаешь. Ходить на улице жарко. Вызову Uber. Здесь копейки стоит. За 100 рублей доедут и вы конец города. Давай. Спасибо за внимание. Быть пылью. Нет. Это все тоже энергии, чувак. Ах, я елбался. Нет, не... Вот. Я знал, что нельзя тебе рассказывать эту историю. Я знал, что нельзя тебе... Нельзя с тобой делиться самым сокровенным. Я знал. И все равно ведь рассказал. И ты счел меня психом. Вот как потом? Как потом быть искренним с тобой? Как? Если ты не можешь выслушать. И даже гипотетически принять это. Ты белая дыра. Белая дыра, как правило, отрыгивает. Все. Иди нахуй. Это уже, блядь, слишком. Это слишком. Вот тебе чайник. Смотри до конца эфира на чайник. Ненавижу, блядь, тебя. Смотри до конца эфира.